Латвия объявила о срочной мобилизации сил для охраны государственных границ с Белоруссией, что творится на государственных границах с Белоруссией. Нам же говорят, утверждают и птички носят на хвостах СМИ, что пригожинцы вышли из Белоруссии. Однако не похоже или это фейки для того, чтобы обмануть противника. И в результате сегодня служба проводит дополнительные мобилизации для усиления внешних границ. Также запросили поддержку у национальных вооруженных сил и государственной полиции. Вот такая сегодня ситуация в Латвии. В Латвии не все спокойно. Ограничников вызвали из отпусков. Ситуация на границах становится очень неспокойной. Латвия поэтому приступила к дополнительной мобилизации. Как пишут местные СМИ, что повышение гибридной угрозы также связали с вовлечением белорусских органов власти в организацию нелегального потока иммигрантов. Каких иммигрантов? Опять из Африки везут иммигрантов. Это Белоруссия уже делала. Вы помните, два года назад, когда они атаковали польскую границу и пытались большим количеством мигрантов забросить. Я не помню, сколько тысяч было, но большое количество. Белоруссия на своих самолетах из Африки везла их в Белоруссию. Но оттуда уже они могли пройти куда угодно. В Казахстан, кстати, 20 тысяч было завесено как раз таким путем. Из Белоруссии в Казахстан завозили. Вы помните, когда там люди ночами не спали и были у них большие неприятности. Вот сейчас, как Украина сидит, дрожит, так же было у казахстанцев. Они, правда, это было не так много, всего несколько дней, но это были страшные дни для них. Ранее аналогичные действия, такие как Латвия объявила, были объявлены Литвой и Польшей. В Литве план укрепления границы с Белоруссией был утвержден в свете новой угрозы, созданной наемниками ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии. Польша также предприняла шаги по усилению защиты границы с Белоруссией, перебросив на границу дополнительные тысячи военных. А министр обороны страны Мариуш Блашак обещал продолжить наращивать эту группировку войск. А глава МВД Республики Маций Вонсик призвал рассматривать худшие сценарии и постараться полностью изолировать Белоруссию. На фоне этого вооруженные силы Белоруссии начали учения вблизи границ с Польшей и Литвой. То есть их насторожило начало учений на границе с Польшей и Литвой. В конце июля Беларусь провела совместное учение с ЧВК «Вагнер» на полигоне Бревский возле границы с Польшей. Через три дня после этого Александр Лукашенко заявил Владимиру Путину, что его стали напрягать наемники Евгения Пригожина, которые уехали из России после мятежа, поскольку они рвутся на экскурсию в Варшаву и Жешу. То есть ЧВКшники рвутся. Да, ЧВКшники стали распространять свои призывы, между прочим, в Польше, в туалетах, вешают объявления о наборе в ЧВК. И пишут там телефоны, причем рядом со смывными бачками вешают объявления, даже не где-то в публичных местах, а в сортирах. Ведь это как бы поступь сортиры, путинские сортиры, на языке пригожинские сортиры с кувалдой и на кончике пера, которые сегодня призывают все народы вступать в ЧВК в Вагнер. Не важно, что против Польши поляки могут вступать в ЧВК. Евгению Пригожину, но это не важно, он дает хорошие деньги тем, кто без денег остается, ведь жить в нашей стране, жить в стране также нашего бывшего социалистического лагеря, куда входила и Польша, и Литва, и Латвия. Ну и Беларусь, конечно, это тяжело, потому что денег нигде нет, ни у кого нет, везде нищенское состояние. И поэтому мужчины пойдут, пойдут, пойдут и поляки, против поляков же будут воевать. Это менталитет, который развивается в результате нищенства. Помните, альпийское нищенство, Женеман Шпасси Жур, говорю, кто? Предводитель дворянства, говорил, танцуя на горе в Пятигорске, в провале, на провале. И все то же самое, то есть, если предводитель дворянства, а это просто человеческий образ, смог перешагнуть через самого себя и кричать, Женеман Шпасси Жур, то есть, я не ел шесть дней, то почему поляки, работяги должны вставать в позу, когда им предлагают деньги за убийство мирных жителей? И они пойдут, они пойдут воевать. Вот такая сегодня ситуация, друзья, когда мораль всех стран, всех мужчин, всех молодых парней ломается жестко через колено, буквально кувалдой по голове ломается тем, что нищенство процветает во всех этих странах. У мужчин нет работы, нет возможности зарабатывать, нет возможности выживать. И в конце концов, надоедает вот так толкаться локтями и кулаками, пробивая себе дыру в какой-то забетонированной стене, чтобы получить какие-то деньги для себя и своей семьи. Альпийское нищенство процветает по всей Европе. И Польша, и Литва, и Латвия в том же ряду. Но самое главное, друзья, что в принципе вы должны понимать, и мы все понимаем, что Европа уже начала готовиться к войне. Вы помните, Польша была независимой страной, большой, от моря и до моря. Что сделал Гитлер с Польшей? И что сделал Сталин с Польшей? Они с двух сторон захватили Польшу в 1939 году. И в сентябре 1939 года Сталин и Гитлер вместе праздновали Марш Победы в Польше, в Бресте. Брест – это польский город. И там был Парад Победы, который проводили российские войска и гитлеровские войска совместно в 1939 год. Я напоминаю тем, кто не знает истории. А таких у нас 80% оказывается по всему миру. Продолжение следует...